Привет, ребята! Видите, какой у меня телефон? С его помощью я могу не только разговаривать с друзьями, которые находятся далеко от меня, но и смотреть мультики или снимать видео и фото. И даже звонить по видеосвязи. Но так было не всегда. Это старинные телефоны. Они очень громоздкие и выглядят прямо как сказочные персонажи. Первый телефон появился в 1876 году. Его изобрел американский ученый Александр Белл. Назывался он говорящий телеграм. Еще его называли трубкой Белла. Внешне он так и выглядел. Трубка, которая служила по очереди и для передачи, и для приема человеческой речи. В этом телефоне даже не было звонка. И вызов абонента производился через всю ту же трубку при помощи свистка. Дальность действия такой линии связи не превышала 500 метров. Всем очень понравилось это изобретение. И его стали усовершенствовать, чтобы иметь возможность разговаривать не только с жильцами соседнего дома, но и с жителями других городов и даже стран. И вот так появились первые телефонные станции. Для того, чтобы люди могли связываться друг с другом, необходимо было присутствие на станции человека, который бы вручную соединял звонящего с тем, кому он звонил. Тут-то и появилась профессия телефонистка. Телефонистка. Телефонистка – это сотрудница телефонной станции, в задачу которой входило соединение вручную двух телефонных аппаратов, находящихся на расстоянии друг от друга. На должность телефонистки принимали только девушек. Из хороших семей с добрым характером, приятным голосом, крепким здоровьем. Кроме того, они должны были быть достаточно высокими, чтобы дотягиваться наверху коммуникатора. Звонящие обращались к телефонисткам, называя их барышнями. Алло, барышня, соедините меня с Каркушей. Не отвечает? Спасибо. Вот так происходили звонки в те времена. Работа телефонистки была нелёгкой. Представляете, сколько людей звонили в день, и со всеми необходимо было не только вежливо разговаривать, но и быстро соединять их. А соединение происходило так. Тот, кто хотел куда-то позвонить, крутил вот эту ручку на своём телефонном аппарате. Встроенная в аппарат динамо-машина вырабатывала электрический импульс, который, приходя на станцию, открывал вот такой клапан. Телефонистка отвечала звонящему, и тот называл ей номер, с которым хотел соединиться. И тогда телефонистка быстро находила нужные провода и вставляла их в разъёмы, соответствующие номерам телефонов тех, кто хотел поговорить. Фух, очень тяжело так работать целый день. В 1888 году американский бизнесмен Элман Браун Строуджер изобрёл автоматический телефонный коммуникатор, а также номеронабиратель в виде прощающегося диска, который потом, практически до конца 20 века, использовался в выпускаемых промышленностью телефонных аппаратах. Изобретение автоматических телефонных коммутаторов постепенно вытеснило профессию телефонистки, и сейчас это уже только история. Да, и такие вот телефоны можно теперь встретить только в музее. А на сегодня у меня всё. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok